Все до одного маршрута, техникум, ребятишек на учебу с учебы, на обед с обеда, вечерний, там 6-8 лет. А техникум уже все ездят. Вот если пассажирка, он не может выйти? Я не заезжал уже, а техникум не на пабрику. Секундочку, а когда 31 маршрут, я сам его фотографировал, я к нему заходил, 31 заезжает на фабрику, это как? Значит, вот смотрите, для того, чтобы ответить на уважаемый Николай Васильевич вопрос, есть документация и есть техническое задание по контрактам заключенных, который гласит, что выполнение его ни в коем случае не меньше, меньше нельзя. Жизнь идет, добавляем и на болгарский городок и так далее, но увеличение контракта можно. Но сегодня опять, что вы там делаете? Людей наших возле Николая Васильевича. А вот никто не говорит, почему нарушение контракта в сторону уменьшения происходит и никто не задает этот вопрос. Вот что интересно. Владимир Николаевич, проходящие автобусы, они принимают пассажиров на фабричном повороте. А тут диспансер? Все тут диспансер. А, Латашинские не заезжают, это упаси Бог. Только Владычинские, тем это, ну это надо проверить Николай Васильевич. Ну нельзя безусловно. Никто транспортную работу, которую плановники в Москве, в Глонасе, защищают ежемесячно, никто увеличение транспортной работы не допустит. Нельзя этого делать, это бюджетные деньги. И говорить о том, что мы лишнего что-то сможем, да не сможет сейчас никто. Автобус выделить для администрации. Все здесь сидящие, значит, показали, что насколько мы заботимся о наших людях. Правильно. Вот. Правильно, именно. Николай Васильевич, для того, чтобы подчеркнуть, что мы на людей работаем, я и газету вот эту взял, и Петру Алексеевичу, что рейтинг, это волосная газета Министерства транспорта Московской области, что там не мною, не газетой какой-то там, я не знаю, может быть это, а это газета Министерства транспорта. Рейтинг предприятий за 9 месяцев в Локолавской ПТП первое место занимает. По всем знаниям. И по году будет... Василий Николаевич, вот если бы вы еще и контракт выиграли, вам цены бы не было. Не там. Цены бы не было вам. Петр Алексеевич. А вот сейчас извините, хоть бы все в золоте, но вот наши люди зародают от того, что вы не выиграли. Петр Алексеевич, чтобы были все в золоте, надо торговать здесь, аукционы. Вы знаете, что заказчиком является Петр Алексеевич, а торгует в Острансавте, правильно? Совершенно верно. А почему вы ко мне претензии предъявляете? Когда вы, заказчик... Мы-то тоже не играем. Мы-то не играем. А мой Странсавт, а вы, уже будучи Петр Алексеевич, при должности человек обвиняете в том, чего в принципе быть не должно. Не надо сейчас заниматься... Потому что ладно на Ломограде. Надо, ладно на Ломограде, что Шарф проиграл. Я еще раз говорю. А это уже из уст главы. Я еще раз говорю, если бы вы выиграли... Мы не играли его. Мы не играем в эти игры. А вы играете в аукционы. Мы решили, да, просто у нас работа есть. И в аукционы. Это мы игранная площадь. Сам никто не играет. Глёд Исич, господа государственной структуры, значит, действительно, мы подумали, надо помогать. Все выпуски цепи, да, помогать уханну, потому что молодой, новый, указали недостатки, но нарушение закона будет жестко классификацией. То есть 10 дней совершеннее. Все структуры понимают, что ГДН-Стараспортники не такая, но я вам обещаю, что у меня есть силы и средства все действительно рассчитать, проверить и преподнести уже компетентно. Понятно, что мы с вами будем нахудиваться. Мы с вами автографируем, когда-то такое тоже не будет. Все это вы понимаете. У нас есть немного времени, чтобы организовать работу требующую. Я так понимаю, что вы от контакта не отсказываете, вы выдастесь, заплатили деньги. Вопрос решен. Вы пришли, правда? Вы будете успокоены. Другого это нет. Правильно? ВТП тоже, свой контракт, они тоже зарабатывают деньги, которые оттуда на задачу у вас оперативно. Мы имеем. Для того, чтобы поднять сетях у вас есть. 10 дней. Ну, для большей объективности. Для большей объективности. Это очень хорошо, что вы действительно пришли взгляд в 2-3. А с 2-3. Вы нам дадите. Транспорт, который подходит в правильном, ГДН подходит в том, что у нас стоит все на своем. По поводу вот этих жалоб с водителями, с этими, с этими, с этими, я думаю, что вы разберетесь. Никто больше не скажет, правда? Такие вещи. Это на вашей совести. А украшения закона, вот на нашей совести, давайте назначим встречу и оставим поговорить двух перевозчиков. Ну, бы и я со своей стороны добавила просто такую просьбу. Так как сейчас нам нужно настроить людей на те поездки, которые указаны в нашем расписании, мы попросим нашего перевозчика, который выиграл этот контракт, на остановочных пунктах, в наглядном, доступном виде, читаемо, повесить расписание. Вам будет легче, и жителям нашим будет легче. Вы уже наладите какое-то... Еще можно просьбу, я не знаю. Это никогда не так. Есть стандартный. Петр Сеевич, вот смотрите, у нас история очень мудрая. Неспроста 80 лет назад, например, в КИБДД создали службу по паркарму. Неспроста. Я просто прошу, если вы заинтересованы, это у Ханова здесь у нас прошло работать, пожалуйста, хотя бы в трех местах автостанции, я вчера об этом говорил, фабрика, и это, повесьте в ваши контакты и телефоны, руководство. А контакты и телефоны действительно слушаются. Я не знаю, блокады, это немаловажно. Это немаловажно. Какой-то блокад. Ну как у блокадов? Ну вот сейчас в автобусе говорят, там просто, знаете, там расписание среди рекламы. А вот я еду в автобусе, а водители объявлений, что на ЖД в автобусе параллельно. А вот я еду в автобусе, да, вы знаете, что падение пассажира, это государственная статистика. У нас есть такой вид, вид происшествий, падение пассажира. Я вас прошу, мы проверим, вот хотя бы от вас будет, чисто человеческие пожелания, увесьте мне весь автобус, телефонами доверия, телефонами ГИБДД, всеми телефонами. И вы тоже сами. У нас согласно, у нас есть все. Вот эти элементарные вещи, которые не требуют ничего, давайте сделаем. Пожалуйста, я хочу приехать на станцию, на фабрику, увидеть, что у вас 5 маршрут. Я не знаю, никто не запридживает, в уголке повесить, что 5 маршрут, это УХ, и ННН. Ну я видел, действительно, и я понимаю, нету денег, все это понимаю, зачем они вошли так в пластик. Все это везде, но хотя бы заиминируйте поставили на списание. Вот такие вещи. У них салавида, висит еще ваше. Ваше не висит. Не висит. Я сейчас хотел сажать, но висит еще. Мы сейчас работаем в контракте временном. Единственное, что мы можем сделать, мы можем не заплатить деньги, которые за те нарушения, которые выявлены, не заплатить там или часть денег согласно этому контракту. вот из этих денег. Вот единственное, что мы можем сделать. А если уже начнется с 1 февраля действие основного контракта, вот здесь уже, извините, есть такая пословица, как это, назвался, груздин, полезай в кузов. То, значит, уже здесь и нужно смотреть, и правильно, я здесь с Сергеем Витальевичем полностью согласен, здесь нужно, понимать мир. Потому что, ну, действительно, дальше нам ехать просто не куда. Проблема есть, ее надо решать. Давайте решим, какого числа, какого числа мы встречаемся. Каждый придется на работе, но мы до этого стараться, когда мы еще тысячу раз увидимся. Ну, десятого. Не поздно. Давайте пятого. А какой недель мы поставим? Если вы просите 10 дней, 10-14 дней. Давайте 8-го. Нормально? 8-го, 7-го. Давайте седьмого числа. До седьмого числа. Я думаю, как раз здесь уже будет 7 дней, как действовать основной контракт, и все будет здесь расставить точки на дверь. Все? Сейчас, секундочку. Василий Владимирович, нет, это отдельная тема, это отдельная тема. Еще у кого, уважаемые друзья, у кого-то есть вопросы? Расписание нормальное, чтобы висели на каждой остановке. Люди не могут разобраться, что к чему. Вот сейчас сказать. И мы все умеем, мы очень поможем. Мы есть, тоже, красивый, ферст. Я тебе вчу, чтобы с таких развалючих не было. Я не могу просто в рекламе все. Я думаю, умеющему, да я обмечусь. Если придумали, то есть, они нам поделиться. Я не волшаю. Вот такая девушка. У нас у нас с Мы сейчас землю вашу оформляем под стену. Сказаешь на сей день. Я думаю, что мы соблюдем черту. Через определенное время, седьмого числа, мы встретимся. Я думаю, в таком же составе. И обязательно, чтобы присутствовали общественники, наши уважаемые руководители литератских организаций, ну и из других общественных организаций, пожалуйста. И этот вопрос очень важный, поэтому нужно его нам дорешать до логического конца. А можно на восьмое помещение? Пока не разошлись, на восьмое. Поверьте, не принципиально на восьмое, у нас совещание. Я готов за завтра. Я хотел бы, если мы можем о чем-то договориться, о той же автостанции. Хотел бы сейчас с вами везти. Приезжайте, будем договариваться. Завтра в любое время приезжайте. Так вот, пассажиры каждый день неудобно чувствуют. А мы завтра, а мы приезжаем. Когда мы ждали, мы человек. Да я к вам в саду на 31-го приезжал. Завтра приезжайте. Опять завтра, опять завтра. Василий, говорите, а сколько завтра? У вас уже для вас и Василий, говорите, что позвонили.